Здравствуйте, друзья! У нас гость в студии, который... Ну, представляйтесь, гость! Здравствуйте! Меня зовут Станислав. Так, ну, это каратенько так получилось. А вы откуда тогда, давайте? Я приехал из России, город Челябинск, по лотерейке. Как там Челябинск-то вообще? Ну, стоит, развивается, загрязняется. Там когда-то много труб было такого производства? Сейчас они до сих пор есть, и более того, там сейчас будут строить горно-обогатительный комбинат. То есть, малые, так они еще хотят обогатить? Да, еще хотят обогатить медь. Ну, известно, кого обогащать-то будут? Медную руду. А, вот. Ну, да. Ну, хорошо. То есть, не хватает меди или что там? Ну, недостаточно богатая медь, поэтому надо ее обогатить. Понял, понял. Потом могли бы в Чиле там, если что, прикупить. Ну, да. Ну, ладно. Значит, то есть, можно жить, короче? Ну, да, но дышать нечем. А, это как в Китае у вас там уже? Ну, практически, да. Значит, так вы, лет вам сколько? Мне 32. Семейный? Да, семья, ребенок маленький, 2 годика. Так, хорошо. Смотри, как уже успел, многое. Образование какое? Образование высшее, Южноуральский госуниверситет. Это город какой? А Челябинске есть? Челябинске, да, прямо там же. Вы Южноуральский, это вы? Ну, да. Но зимой у вас холодрыга или ничего? Очень. До минус 40 по Цельсию. Ну, сухо, не главное. Ну, по-разному бывает. Так. Ну, в основном сухо, да. То есть, пережить можно. А вот вы там живете, посреди России, можно сказать. У вас есть какое-то отношение, Москва, это далеко или близко, это нас колышет или нет? Или, скажем, Владивосток, это тоже как бы Россия? Или, может, оно вообще непонятно где? Ну, на самом деле, Владивосток как бы далеко, поэтому не сильно колышет, что там происходит. А Москва поближе, два часа на самолете. Так. Поэтому, ну, новости, да, там, посматривают. Народ новости любит. Ну, нет ощущения, что это другая страна какая-то, что в каком-то мире отдельном? Нет, такого ощущения нет. То есть, как бы на одной волне там все? Ну, в общем, да. Ну, что же, хорошо. А вот, допустим, Питер там? Ну, Питер более, как бы, такой отстраненный город. Так. То есть, за новостями из Питера особо никто не следит. Ага. Ну, не знаю. Я за свои точки. А вот из горячих точек каких-нибудь, не знаю, там, из Восточной Украины следят или все пофигу? Ну, следят. Обычно следят. Задевают. Угу. Хорошо. Вы какую специальность приобрели в Южноуральском? Специальность у меня управление информатика в технических системах. Общо. Ну, что-то полезное пришлось учить? То есть, это касается управления и автоматизации разных процессов, где бы они ни были. Окей. А конкретно что-нибудь учили? Конкретно, ну, конкретно. Может, языки программировать какие-нибудь? Языки программирования были. Это был C, C++, Assembler был. То есть, вы как-то так, я знаю, микропроцессоров случайно не программировали? Да. Именно так. То есть, было, да? Это когда вы учились-то? С 2000 года по 2005. Угу. Вот, значит, как. Ну, что же, а вот это преподавательский состав, вот ваш, это были… Какого возраста люди вообще? Постарше? Гораздо старше. То есть, молодежи нет в университетах, да, или как? Молодежь есть, молодежь есть, но молодежь была на позиции ассистент, лаборант кафедры, вот так. То есть, нет там молодых докторов наук каких-нибудь там? Вот сейчас, вот буквально недавно заходил на сайт кафедры, допускающий свои, и там уже появились молодые кандидаты и доктора. То есть, один доктор там есть, молодой. Ну, кандидатский там пара-тройки человек есть. Я понял. Хорошо. Значит, выпустились вы и где работали? После того, как выпустился, работал в частной компании, системный администратор. То есть, такой более саппорт, была работа связана с поддержкой, с настройкой, с установкой. Ну, хорошо, никого не трогали. Никого. Значит, выиграл в лотерею. Выиграл в лотерею, и вот я здесь. А как вы к нам-то в школу попали? Один знакомый мне посоветовал канал на ютубе посмотреть. Давно? Ну, где-то с год назад. То есть, ну, как он стал мой знакомый. То есть, когда я выиграл лотерею, на форуме там списался. Говорим про вес? Нет. Немножко другой форум. Другой. Так. А с ним как бы списался. Он тоже выиграл в лотерею. У него тоже практически аналогичная ситуация. Молодая семья с маленьким ребенком. Тут мы задумались, что, может быть, лотерея не совсем случайный выбор идет. Безусловно, да. А тут кого надо выбирают. Да, да, да. Вот и он посоветовал, говорит, а вот посмотри там, там, там. Я посмотрел и проникся. Хорошо. Так, а чего бы вам, я извиняюсь, по своей-то специальности не работать? Вот там, сеть какую-нибудь не администрировать? Ну, это все, конечно, да, это все можно, но у меня нет как бы такого релевантного опыта касательно Соединенных Штатов, а у вас и резюме составить. То есть вы не чувствуете себя готовым, чтобы скачать на маркет, как бы? Да, как бы не в этом вопрос. Просто хочется чего-то нового, связанного с IT. Понял. Теперь, значит, вы... Сколько уже в Америке-то? Почти месяц. 25-го числа будет ровно месяц, как мы въехали. Послезавтра? Послезавтра, да. Куда въехали? Через Нью-Йорк. А, окей. То есть, как приземлились в Нью-Йорке, вступили на американскую землю. Так, ну, давайте мы немножко к этому, раз уж так это все недавние события. Потому что, на самом деле, первый опыт второй раз не получишь. Да. Давайте мы, может быть, поделимся с ребятами. Вот, прилетели вы в Нью-Йорк, там у вас знакомые были? Нет, сняли квартиру через Airbnb. Ну, долго? На три дня. Просто, чтобы ко времени привыкли? Да, просто, чтобы адаптироваться с ребенком, чтобы вот этот джетлаг немножко спросить. Так, а почем лучше квартиры в Нью-Йорке? В Нью-Йорке, точную цифру сейчас не скажу, но в районе 80 долларов в сутки она нам обходилась. Ну, по-божески? Ну, более-менее, да. Конечно, гостиница наружу вам пошла. То есть, она в пешей доступности от Централ Парка была квартира. Слушайте, шикарно. Ну, хорошая. Хорошо, побыли вы в Нью-Йорке три дня. Значит, надо багаж таскать. Знаете, как у вас, наверное, вещей много. Да, да, вещей очень много. Ну, хорошо. Дальше вы полетели куда? Дальше мы поехали в сторону Вашингтона. На машине. На машине. Сняли машинку. За нами приехали друзья. Мы распределили багаж между двумя машинами. И поехали в сторону Вашингтона, потому что там друзья живут. В Александрии. Приехали туда и у них пожили неделю. В Вирджинии. В Вирджинии, да. Как раз получили первый документ. Это Social Security был. Гринкарта до сих пор еще не пришла. Пока не знаю. А к ним должна прийти или к нам? Ну да. Адрес, по крайней мере, их указывали. Пока еще нет. Еще ждем. Там у них пожили немножко. Они обрадовались или видно было, что вы им надоели? Нет, они очень обрадовались. Хорошо. На всех случаях. Нет, они обрадовались. Привет. Привет. Да. А потом мы полетели уже сюда непосредственно. Да, из Вашингтона. То есть там непосредственно до Сан-Франциско аэропорта. Это вас Анечка наша встречала? Да. Куда она вас делала из аэропорта? Она делала нас тоже через Airbnb. Сняли, но уже комнату в доме. Ага. Почем? Там было около 100 долларов в сутки уже здесь. Ну нормальная комната? Ну комната нормальная, было все чисто. Это была ванна своя как бы. Ну не то что своя, она была в общем коридоре, но никто больше не заходил туда. Ну похоже на гостиницу как бы. Ну более-менее, да. То есть можно было пользоваться кухней общей, залом общим, смотреть телевизор с хозяевами, кто жил в доме. Ну что же, хорошо. Вот у нас было 5 дней на то, чтобы найти себе постоянное жилье более-менее. Трудно пришлось? Ну сейчас уже как бы не трудно, но тогда это достаточно стрессовая ситуация, у нас ограничено количество дней на проживание, мы должны что-то найти. Мы ходили, ну смотрели апартаменты на Craigslistе, смотрели на разных сайтах, на Zillow.com, на Hotpads.com. То есть вы не ходили по улице просто? Ходили. Обычные люди по улице идут? Да, ну и мы тоже так же, то же самое. То есть мы взяли тут машину вариант, просто припарковались на California Street и просто пошли-пошли заходить во все апартаменты, которые у нас на пути попадались. Зашли в одни апартаменты, нам показали, они нам понравились. То есть мы прямо решили в общем попробовать там. Берем. Берем, да. То есть они говорят, ну вот хотите, да, вот вы должны там соответствовать определенным критериям. Я говорю, ну вот мы же только прилетели, у нас кредитной истории ноль, документы еще тоже не все готовы. Как вот? Ну, говорит, ну не знаю вывод тогда. Попробуйте там, получится, не получится. 25 долларов с вас возьмем, а там уже будем посмотреть. Апликейшн фи. Апликейшн фи, да. То есть через онлайн зарегистрировались. Вводим там необходимые данные, имя, фамилия, там все вот это вот, номер паспорта, там все что было. Прикладываю копии документов, то есть фотографирую, сканера нет, фотографирую на телефон, там как-то обрезаю на телефоне, все это прикладываю, отправляю. Спрашивают, ну вот докажите, что вы такой хороший, платежеспособный, что вы где-то раньше арендовали, что вы платили все вовремя. А вы ему так, века более не видать. А так я говорю, так а я раньше не арендовал, я же вот прилетел только что. Ну, говорит, в России вы же где-то арендовали, я говорю, ну обычно там в своем жилье жил как-то, без аренды обходился. Я говорю, окей, ну вот вы там платили за электричество там, за воду, я говорю, ну да, платил. А вот, говорит, вот это покажите нам, как вы платили. Я говорю, так они же квитанции все там на русском языке. Ну, говорит, вы переведите. То есть просто издеваются, может быть. Чем кончилось? Чем кончилось? Так как я вот платил через банк, то есть через свой банковский аккаунт в России, я взял вот эту вот выписку, то есть она там, ну формат вордовский, то есть документ скачал, перевел его, сохранил там как PDF и отправил им вот это все перевод. Их это все устроило, все документы устроили. Они говорят, поздравляю, то есть все нормально, мы можем вас принять. Принять. Да. Заключить с вами договор. О чем вещь-то? Тысяча девятьсот девяносто пять долларов в месяц. Это одна бедруная. Ну, вы везунчик. Тут у нас люди за две триста снимали. Да, но еще попросили сделать страховку. В год она обошлась где-то 200 с чем-то долларов. Вы дорогую взяли. А у них не было выборов. Если бы вы сказали, что беру любую, самую дешевую, можно было бы купить долларов за 85. А там интересная ситуация. Они предлагают, вот зайдите на этот сайт, вот эта страховая компания, и у них там... Какая была компания? Я сейчас не помню. Ну, Renters & Shore стоит, можно купить долларов за 85. Ну, вот, они вот рекомендовали, вот зайдите прямо туда, купите прямо там. На сайт у меня там не получилось зайти, поэтому они говорят, ну, звоните по телефону. Я прямо при менеджере звонил, регистрировался там. Ну, хорошо, 200 в год или нет. 200 в год. То есть уже все, с карты сразу списали, и все, и мы спокойно въезжаем. Ну, плюс отдельно за электричество договор пришлось заключить. Вы хоть знаете, что вас покрывает этот иншуранс? Да, покрывает только имущество ландлорда, если я, допустим, по моей вине что-то там с этим имуществом случится. То есть мое имущество не покрывается. Что же вы такое купили за иншуранс? Он не называется Renters? Ну, вообще-то это Renters & Insurance. Ну, Renters & Insurance, это значит, что, во-первых, покрыты ваши шмотки. Там, может быть, дедакт был большой, но там покрыты ваши шмотки. Самое главное, что в нем есть. Renters & Insurance покрывает вашей liability, гражданскую ответственность. Всюду, где она не покрыта, автомобильным иншурансом. То есть, кто-то пришел к вам домой и, допустим, спокснулся и упал. Там 25 тысяч. У вас есть. Обычно меньше 100 тысяч нет в liability вообще. То есть у вас минимум там 100 тысяч лежит. Значит, допустим, вы пошли куда-то, я не знаю, там, в музей, там, разбили витрину. Допустим, ребенок бежал, там что-то такое сделал. Вы покрыты. То есть ваша гражданская ответственность абсолютно всюду, кроме как вождения автомобиля, покрыта этим иншурансом. Плюс шмотки. Очень-очень неплохо. Очень неплохо, конечно. Очень неплохо. Я немножко тогда по-другому это представлял. Они объяснили, что это вот... Смотрите, ну вы купили машину. Да. Значит, когда вы покупаете машину, вы где ее застраховали? А вот, в общем, у Алекса спросили, где застраховать. Да. Он куда-то позвонил нам, посчитали. Это тоже дорого. Страховка, которую вы покупаете через дилера, дорогая. Я вам дам человека. Ее зовут Люся Логвинова. Значит, вот она вам сделает... Будет намного дешевле автомобильная. И заодно она вам туда впендюрит и вот этого вашего рентерса. Поэтому вы тот отмените, а дадите им этот. И рентерс, который у вас будет из компании Farmers, будет давать вам скидку 10% на автомобильную. Поэтому как бы это надо в комплексе покупать. Это очень здорово. Ну, это вам... Ну, мы же не знали. Нет. Ну, я же вам рассказываю. А вот автомобильчик вы давно завели? Автомобильчик? Нет. Недавно. То есть, после приезда сюда уже в долину, ну, вот как раз пять дней прошло, и мы купили. Потому что надо было сдавать машину, которую брали в рент. Ну, и поэтому у нас сразу в последний день рента мы купили, в общем-то.